Песня «Роландия» – древнейший памятник французской литературы, самый репрезентативный европейской литературы. Он и сам уже давно обрел статус образцового текста. В одной из самых знаменитых научных книг XX века, книге Альберта Лорда «Сказитель», есть примечательная фраза. Хотя внимание слушателей в основном обращено на «Роланда», подлинный герой песни – Карл Великий. Спустя полвека примерно та же самая мысль прозвучит в словах известного французского медиевиста Жанна Дюферне. А не была ли песня о «Роланде» в то же время песню о Карле Великом? По сути вопрос стоит так. Кто герой за главный герой песни о «Роланде»? За этими двумя репликами, на самом деле стоит целый комплекс недоумений, претензий и исследователей, и читателей, и слушателей песни. Во-первых, очень незначительной кажется историческая ценность главного героя, его масштаб, какой-то неизвестный, никем не оговоренный персонаж. С другой стороны, слишком большое место занимает в песне действительно Карл Великий. Более того, герой погибает почти на середине, и весь финал песни, по сути, героем ее оказывается именно Карл Великий. Напомню, что песня «Роланде» – это единственная из эпических средневековых поэм, которая сохранилась в довольно большом количестве рукописи. Между тем, самая известная – это самая древнейшая, так называемая Оксфордская рукопись, которая была обнаружена в 1833 году в Бодлианской библиотеке Оксфорда. Вот ее, собственно говоря, все в основном и исследуют. Когда она была записана, это вопрос, который остается открытым. Ян Шорт, последний издатель, наиболее авторитетный издатель песни «Роланде», датирует текст примерно 1125-1170 год. Да и исследования, последние полиографические данные и лингвистические данные действительно поверщают песнь «Роланде», по крайней мере тот текст, который зафиксирован в оксфордской рукописи где-то между 1110-1170 год. При этом мы знаем, что существующий текст песни о «Роланде», по крайней мере ее существующая версия, если не текст, то устный, существовал уже где-то в 1066 году, во время нормандского завоевания Британии. Некоторые хроники сообщают, что перед битвой при Гастингсе в 1066 году как раз была исполнена песня о «Роланде». То есть где-то в этом интервале между 1066 годом и началом крестовых походов, то есть самым рубежом XI-XII веков складывается тот самый текст песни о «Роланде», о котором мы ведем речь. Когда он начинает складываться, вопрос-то уже открытый. Одни говорят, что практически сразу после битвы в Рансевальском ущелье в 778 году, то есть в эпоху Карла Великого. Другие считают, что основной сюжет выстраивается где-то в конце IX – начале X века, когда к истории о Рансевальской битве был присоединен сюжет о предательстве Ганилона. Называют даже прототипа. Это мог быть епископ Санский Венилон, который участвовал в мятеже против Карла Лысого в 859 году. Третьи говорят, что весь сюжет, медленно формируясь, закончил свое оформление как раз накануне эпохи крестовых походов, то есть почти в тот момент, когда была создана рукопись, оксфордская рукопись песни о Роланде, и самый значительный свет там оставила как раз современность. Действительно, в основе сюжета песни о Роланде лежит один исторический факт. Битва в Рансевальском ущелье. При этом трансформировался он настолько сильно в процессе движения и бытования сюжета, сначала в устной традиции, а потом и главным образом в конце, когда, возможно, вторгся книжный автор, что от самого факта осталось очень немного. Главное изменение – это противники франков. На самом деле это были то ли баски, то ли гасконцы, то ли наварцы, но уж точно не сарацины. Да и Карл Великий ходил в Испанию вовсе не для битвы за святую веру, а для того, чтобы принять участие между усобных войнах арабских эмиров. Не совершив там ни единого сражения, он уходит из Испании, и вот как раз в Севальском ущелье происходит то самое событие, которое перешло в эпос. Собственно говоря, фактическая сторона дела этим абсолютно исчерпывается. Даже среди персонажей песни о Роланде достоверно есть только один исторический персонаж – Карл Великий. Потому что Роланд, возможно, это тот самый Хроуланд, которого упоминает Эйнхард в своей «Вита Кароли» в эпитафии «Войнам, погибшим в Россевальском ущелье». А может быть и нет. Турпен, который называется архиепископ Турпен, просто не мог участвовать никоим образом в битве. И, возможно, он жил где-то в конце восьмого века, но точных данных мы не знаем. Ганилон, возможно, это Венилон, санский епископ, который тоже жил гораздо позднее битвы в Рансевальском ущелье. Ну а Оливье и остальные герои, включая всех мавров, – это совершенно вымышленные персонажи. Песни о Роланде обычно служат образцовым примером почти полного отхода от фактического события, легшего ее основу. При этом сам исход битвы и гибель Эйнхарда франкских войск не изменена. Эпос вообще никогда не меняет суть основного события. И вместе с тем песня о Роланде действительно весьма исторична. Только просто эта историчность понимается теперь не просто как следование какой-то фактической стороне дела. В данном случае речь идет об идеологии крестовых походов, речь идет об идеологии реконкисты, которая протекает в Испании, о зарождении национального самосознания, о системе вассально-синериальных отношений, которая сформировалась к этому времени в полной мере, о деталях быта, вооружения, обиходного поведения, правовых норм. При этом, конечно, в песне о Роланде очень немало противоречий. Наиболее яркий из них – это, собственно говоря, сам сюжет, как он устроен, как он создавался, как он дополнялся. Это роль эпизода с битвой с болиганом, который действительно как будто бы присовокуплен к основному тексту поэмы. Это эпическая нелогичность завершения песни о Роланде победой Карла. Роланд давно погиб, и события продолжаются с участием Карла. Это проблема истинного героя – это Карл или Роланд. И даже нелогичного поведения Роланда в сцене с Рогом есть и проблема предательства Ганилона. На самом деле, он вполне верный вассал, послушный, исполняющий волю Карла, и вся его вредоносность распространяется только на одного Роланда. Если пытаться определить причину этого всего, то мне кажется, что в песне о Роланде мы имеем дело с предельным почти случаем столкновения эпической модели, эпической основы с ее современным контекстом. Именно отсюда проистекают все противоречия, которые есть в тексте. При этом надо иметь в виду, что идеология, как бы она не влияла на эту эпическую модель, она вообще никогда не разрушает героический характер. Поэтому речь о том, что изменен герой поэмы, мне не кажется правильной и логичной. Более того, в ситуации с песнью о Роланде вот это столкновение эпоса и контекста только еще больше высвечивает каждую из составляющих и помогает понять, каким образом они взаимодействуют. Роланд, несомненно, остается главным героем жесты. Роланд – основная причина всех бедствий сарацин. Роланд – главный герой, который сражается в Рансевальдской битве. Роланд – главная опора Карла Великого и самый великий и смелый рыцарь в его войске. Причиной всех происходящих событий становится предательство его отчима Ганеллона, из-за которой герой оказывается заведомо проигрышный и вместе с тем в заведомо славной ситуации, ибо гибель героя обеспечивает его бессмертную славу. При этом обстоятельства таковы, что франки как бы побеждают, потому что мавры бегут, при том, что все до единого из тех, кто входил в Иргард, погибли. Умирает от Рам и Сан Роланд, и гибель его требует отмщения. Собственно говоря, это и происходит в финальной части поэмы. Если мы присмотримся, то мы увидим, что в поэме реализуется в полной мере именно образ главного героя, именно Роланда. Он собирает как бы целый пучок традиционных эпических мотивов, которые раскрывают его образ. Это, конечно, мотив героической биографии, роль которого выполняют все те подвиги, которые он совершил до этого в Испании. Есть и мотив междоусобной распри, которая приводит к предательству героя, а затем и к его славной гибели. Есть мотив властителя, который отправляет героя на бой. Один из самых известных, зачинных мотивов эпоса. Вспомните Агамемнона, вспомните Геракла, вспомните многих других героев. Это, наконец, мотив предсказаний бедствий и гибели героя, который возникает в снах, скажем, Карла Великого. Это мотив претерпевания бедствий, которые абсолютно приравнены к героическим подвигам. Можно вспомнить князя Игоря из слова о полку Игорева, где бедство – это и есть героические деяния. Наконец, это мотив героического выбора, который всегда приписывается и возникает только в биографии заглавного героя и его горделивой ошибки, эпизод с трублением в рог. И, наконец, есть и мотив плача по герою, который обрамляет и сопровождает его гибель. Вот этот мотив, прежде всего, берет на себя Карл. Как видно, все, что происходит в песне о Роланде, так или иначе, связано с образом героя, единственного и заклавного героя песни. А Карл вполне соответствует другому амплуа – амплуа властителя. Он сед, он мудр, он стар, ему 200 лет, он принимает верные решения, он держит совет со своими приближенными, он заботится о своем войске, он наделен даром предчувствия и, наконец, он оплакивает героя. Сторонники идеи выдвижения Карла на заглавную роль в поэме очень часто ищут причину именно в идеологической установке. В это время стояла задача утвердить в историографии, в французской историографии, образ Карла Великого в качестве такого идеального вождя в битве с неверными. И все же, на мой взгляд, Карл не выходит за пределы своего амплуа. За Карлом закреплены, скажем, в песне о Роланде темы, которые исключительно характерны как раз для амплуа властителя. Отдых в саду, совет, прием послов, сны, предзнаменования, сцены суда. Единственная же тема, которая действительно развернута, в том числе в финале поэмы, это тема плача властителя над героем. Властители часто плачут. Можем вспомнить Приама, можем вспомнить Лаэрта, отца Одиссея. Таких примеров очень много. Важнейшая эпическая функция короля в поэме – сложить плач о герое и тем самым воздать ему хвалу и почесть. Отсюда и, собственно говоря, все те характеристики, которые он приобретает в песне о Роланде. Вообще там разворачиваются в основном четыре темы – совет, плач, битва и смерть героя. Две первых закреплены за Карлом, две других закреплены за Роланда. Что касается Роланда, то, конечно, многие странности объясняются вторжением в эпику рыцарской идеологии. Самое очевидное свидетельство – это тот самый знаменитый эпизод с Рогом, когда Роланда отказывается звать Карла на помощь. И традиционное совершение героического выбора в эпосе, которое здесь, собственно говоря, и должно быть, вдруг оказывается в новой реальности очень странным, необоснованным и неразумным. На самом деле можно сделать вывод, что в песне о Роланде каждая из составляющих песни, эпос и современная история, словно бы противится своему слиянию и соединению. И основной эпический сюжет в силу долгой истории своего существования очень трудно поддается трансформации современностью. Но даже в этом смешении эпос удерживает в качестве героя Роланда. Очень такой специфический ответ на вопрос, заданный в начале, дает дальнейшая культурная судьба Роланда. Если вы знаете, во многих средневековых городах герои ставили памятники. Ставили в основном в городах, которые имеют статус свободных городов. Например, в городах, которые входили в Ганзейский союз. Именно Роланд стал для них символом торговых свобод и прав города, стоя, словно бы на страже их гражданских прав. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok